МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Высокие гости, исполняющие обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Игорь Носов, посетил наш город с рабочим визитом. Испорченный отдых. Что делать, если ваш туроператор обанкротился? Советы специалистов. Байкал-2018. Саровчане приняли участие в Международном молодежном форуме. Далее расскажем обо всем подробно. Исполняющий обязанности замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов посетил Саров. Глава региона Глеб Никитин назначил Игоря Николаевича на должность чуть более двух недель назад. Носов стал седьмым из восьми замов, которых предполагает новая структура регионального кабмина. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в блок под руководством нового ИО-заместителя вошли Министерство финансов, Министерство экономического развития инвестиций, Министерство имущественных и земельных отношений, Министерство информационных технологий и связи. Саров стал первым в списке посещения Игоря Носова в новой должности. Главная цель визита – познакомиться с опытом, который накоплен городом в рамках реализации программы «Цифровой муниципалитет». Саров – это уникальный опыт в России, где реализуется программа «Цифровой муниципалитет». И сегодня можно сказать, что это лидирующий муниципалитет в России, который использует те веяния цифровой экономики для повышения качества жизни граждан. Это, собственно говоря, самое главное в работе муниципалитета. И наша сейчас задача – это использовать те наработки, которые есть в этом проекте «Цифровой муниципалитет», для того, чтобы не только использовать его в других населенных пунктах Нижегородской области, но также совместно с нашими федеральными коллегами вывести это на федеральный уровень, для того, чтобы это было использовано на благо жизни. Собираясь в отпуск за границу, каждый из нас хочет, чтобы отдых прошел идеально. Долго и кропотливо мы выбираем сначала страны, затем отели и экскурсионные программы. И в погоне за номером мечты или низкой ценой игнорируем информацию о том, какой туроператор несет ответственность за наш отдых. И порой это может привести к неприятным последствиям. Тысячи российских туристов в последние дни оказались в неприятной ситуации из-за фактического банкротства туроператоров. Среди компаний, заявивших о невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами, оказались и одни из самых, на первый взгляд, надежных. Явных признаков, что туроператор собирается обанкротиться, не так много. И обычному покупателю, конечно, они будут не видны, неискушенному обычному потребителю. Нам они, конечно, видны. То есть это не заселение отеля, частая смена или отмена чартерных рейсов, долги перед партнерами, долги перед авиакомпаниями. Чтобы не оказаться в чужой стране без оплаченного отеля и обратного билета на самолет, в Ростуризме в первую очередь советуют обращать внимание на репутацию компании и на то, включена ли она в единый федеральный реестр туроператоров. Не менее важный индикатор – стоимость путевок. Если компания необоснованно занижает цены, то, возможно, она и не собирается никого отправлять на отдых. Но если ваш туроператор объявил себя банкротом, а вы уже в чужой стране, сразу обращайтесь в ассоциацию турпомощи. Раньше как возвращали? Бортами МЧС, помогите люди добрые. Сейчас есть ассоциация туристической помощи. То есть если банкротство случилось, когда вы уже там, есть звонок туристической помощи, он тоже везде прописан, и в договорах, и в памятках. Звоните туда, вас как минимум не оставят и заберут. В ассоциации туроператоров России советуют все чеки за повторную оплату номера в отеле, покупку новых авиабилетов, расходов на трансфер и так далее, сохранять до возвращения домой. Траты можно подтвердить в том числе выпиской с банковской карты. И по приезду начинайте заниматься возвратом своих денежных средств. Ну первое, естественно, это приходить в то агентство, где вы взяли, писать заявление о возврате денег. Если частично проплачен тур, то есть тут принимает турист решение сам, либо он доплачивает эту сумму и отдыхает, и потом пытается эту сумму вернуть со страховой, как правило, вслед за туроператором банкротится страховая компания. Поэтому по факту закон есть, но он не работает. Если тур приобретен, но поездка не состоится, также необходимо подать заявление на возврат денег. Юристы настоятельно рекомендуют четко указать, что причиной стало неисполнение туроператорам обязательств и невозможность воспользоваться оплаченным туром. И это заявление вновь передавайте в свое турагентство. Именно в его обязанности входит дальнейшая связь с туроператором и получение у него денег за сорванную поездку. Министерство образования региона проводит конкурс «Нижегородские каникулы». Это областной проект, где у каждого школьника есть возможность рассказать и поделиться впечатлениями об отдыхе в оздоровителях организаций области. Принять участие в конкурсе могут учреждения отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс проводится с 15 июля по 15 сентября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС. Согласно документу, с 1 января следующего года налог на добавленную стоимость вырастет с нынешних 18 до 20%. Ставку страховых взносов в социальные внебюджетные фонды решено оставить на нынешнем уровне. Вместе с тем народные избранники поддержали предложение не облагать налогами авиаперевозки в Крым и Севастополь, а также на Дальний Восток. До лета следующего года строители отремонтируют 3-х километровый участок дороги на Первомайск. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок. В нем обозначена максимальная стоимость работ, почти 21 миллион рублей и сроки. Подрядчик должен завершить ремонт до 31 мая 2019 года. Напомним, ремонт первых 3-х километров дороги от 1-го КПП до Первомайска выполнили в 2017 году. На улице Бессарабенко запретят остановку транспортных средств. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Как следует из документа, ограничение будет действовать на съезде к Комсомольской площади. Скоро там установят необходимые дорожные знаки. Кроме того, у дома номер 8 по улице Казамазовой и напротив дома номер 9 по улице Зернова появятся парковки для инвалидов. Звание одной из самых богатых на народные промыслы областей по праву можно дать нашему региону. Нижегородский край известен своими талантами и традициями. Гости Нижегородского региона восхищаются красивой и нарядной хохломской и городецкой росписью, холодным оружием павловских оружейников и резьбой по дереву. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили ввести новый профессиональный праздник. День мастеров народных художественных промыслов. О том, какие умельцы живут в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Василий Матвеев не понаслышке знает, каким характером наделена та или иная порода дерева. Интересное дело, с которым Василий Ермолаевич познакомился больше 40 лет назад, превратилось в любимое хобби. Сегодня, благодаря зоркому взгляду и фантазии мастера, на свет появляются уникальные образы из природного материала. Если она интересная, то любое дерево беру. А если для резьбы, конечно, лучше там липтам или ясин, они же помягче немножечко, их резать полегче, хорошо. А так попадается и сосна, и дуб, и ясин, все попадается, но резать потруднее. Задача мастера – подчеркнуть естественную красоту рабочего материала, передать его уникальность и природную неповторимость. Путешествуя по лесам, Василий Ермолаевич собирает интересные ветки, корешки и сучья. Уже тогда в голове мастера рождается будущий образ. Иногда героев, которые в итоге появляются на свет, диктует сама природа. Самая податливая древесина, по мнению мастера, та, что еще не успела потерять свои свежести и не подсохла. Одно дерево, в общем, как бы поддается-то хорошо, другое дерево сопротивляется, вроде как не хочет, чтобы его, наверное, резали-то. Может быть и так. Как вот, что он там думает, не знаю, но по руке чувствую, что ну или режется, или не режется. Световая гамма максимально приближена к естественным природным оттенкам. Масляная краска и лаковое покрытие. Последние штрихи и на свет появляются любимые пушкинские герои, вымышленные персонажи и сказочные животные. Сидишь, режешь, думаешь, успокаиваешься. Василий Ермолаевич не гонится за популярностью и прибылью от своих работ. В основном изделия создает для домашней коллекции или в качестве подарка близким. Работы мастера выставлялись в Музее народной игрушки, хотя среди более полутора тысяч изделий, созданных за 40 лет, наберется не одна экспозиция. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории. По таким девизам прошел Международный молодежный форум «Байкал-2018». Образовательная программа форума была разделена на 10 направлений. Добровольчество, молодежное предпринимательство, карьера, диалог культур, наука, технологии и другие. Увидеть своими глазами самое глубокое озеро мира, а также получить массу полезных знаний и эмоций, посчастливилось и саровчанам. Возможность попасть на форум «Байкал-2018» выпала саровчанам Никите Волкову и Николая Лаптьева совершенно случайно. Несколько месяцев назад ребята решили создать свой собственный проект. Суть проекта – это снять видеоклип группы «За Лайн Брейк» на песню «За Лайн Брейк» с привлечением детей, которые стоят на учете. То есть их социально адаптировать. Международный молодежный форум «Байкал» собрал более 500 участников со всех регионов страны и даже зарубежья. Иркутск, Сибирь, Монголия, Китай и другие. Молодым людям предстояло пройти сразу несколько этапов предзащиты. Компетентное жюри отбирало лучшие проекты, после чего решали допускать участников до самой защиты или нет. Мы, можно сказать, не допустились. То есть мы его защищали, проект, но мы его защищали еще на том уровне, когда, то есть не грантово, чтобы допуститься. Там было проектов невероятное просто. Просто их там, я не знаю, мы, чтобы вы понимали, сколько было проектов, мы стояли очередь на предзащиту возле часа, если не больше, под дождем. Несмотря на то, что ребятам не удалось получить грант, на форуме соровчане приобрели много полезных навыков, завели новые знакомства, зарядились положительными эмоциями и получили большой опыт, который в дальнейшем они будут применять в своей работе. Очень круто, что вообще туда попали, потому что, ну, кажется, что это почти нереально, да, это почти 6000 километров отсюда, вот. Самое, наверное, классное, это вот люди, с которыми мы там познакомились. Все еще мы с ними держим связь, со многими будем в дальнейшем работать. Это же совсем другой мир, можно сказать, интересно узнать, как там все происходит, как там все работает и выглядит, вот, насладиться красотой, природой, пообщаться с людьми. Продолжает свою работу научная лаборатория открытий в детской библиотеке имени Пушкина. Вот уже третий год подряд юные читатели принимают участие в увлекательных и познавательных занятиях, призванных привлечь подрастающее поколение к изучению научной литературы. Темой очередной встречи в рамках летнего проекта стало знакомство с наукой о строении организма человека. Сколько информации запоминает мозг, что нельзя читать и смотреть перед сном и о многом другом рассказали в эту среду работники библиотеки. Это оказалось полезным не только школьникам, но и их родителям. Нового много, информации новой и очень мне прям понравилось, что было много движений, вот детям особенно это понравилось, движения, песенки, вот этот флешмоб. Занятия в рамках необычных летних открытий проходят не впервые. Детям уже рассказывали о дне семьи, любви и верности, о мыльных пузырях и о многом другом. Активное участие в занятиях каждый раз принимают и взрослые – мамы, папы, бабушки и дедушки. Все они остаются довольно проведенным временем со своими детьми. Хочу поблагодарить библиотекарей и вообще всех тех, кто организует эти мероприятия, потому что это такое мощное, что заряжает наших ребят. Они учатся чему-то новому и мы тоже как родители учимся. Дети получают новые знания. Они активно принимают участие в играх и отвечают на вопросы библиотекарей. Каждый из них находит для себя что-то яркое и запоминающееся. Мне больше понравилось медитировать. Это йога. Я даже заснула. Следующее занятие в рамках необычных летних открытий пройдет в среду в 14.00 в библиотеке имени Пушкина. Посетить его могут все желающие. Восточная мудрость Мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумио, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите на медовую феерию. Ярмарка работает в Сарове с 16 по 20 июля. Кстати, весь мед пчеловоды Михайловы привезли со своей пасеки. А это значит, что качество продукта они гарантируют лично. Вас ждут в Центре культуры и досуга в НЕФ с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова